Рад приветствовать на канале Коинпост! Знали ли вы, что банки снова дампят биткоин и называют его справедливую цену в 35 тысяч долларов, что эфириум продолжает догонять биткоин в рамках принятия в финансовом мире? Ошиба ИНУ упала на 40% от максимума цены, и никто не знает, что будет дальше. Друзья, вы просили новостей, и они у меня есть. Сегодня говорим про прогнозы от банков, действия регуляторов, ошибки трейдеров, новые торговые инструменты с криптовалютой и как долго может расти цена на чистом хайпе. Кто ждал именно такое видео? Ставим лайк в поддержку канала. Мы начинаем. Регулирование и биткоин ETF остается основной темой на крипторынке, и есть очень хорошая новость. SEC отклонила заявку от компании Direction на обратный фьючерсный фонд на биткоин. Данная заявка была подана 26 октября, и согласно ей, они хотели предложить инструмент для того, чтобы шортить биткоин. Но SEC менее чем за 10 дней попросила Direction забрать свою заявку по-хорошему, и они сделали это. Другая новость в эту тему, что заявки на спотовый ETF регулятор продолжает откладывать, и многие считают, что вот такого фонда мы в ближайшее время не дождемся. Но пока одни думают, другие действуют. Так, два члена Конгресса США направили все к письму, в котором указали на необходимость одобрить спотовый биткоин ETF. Их аргумент заключается в том, что именно спотовый, а не фьючерсный фонд, дает большую защиту инвесторам, и поэтому его логично одобрить. Не знаю, подействует ли подобное заявление на регулятора, но наличие у биткоина поддержки в американском Конгрессе – это круто. Еще несколько слов о политике. В Нью-Йорке выборы мэра выиграл Эрик Адамс, который является ярым сторонником биткоина. А мэр Майами Франсис Суарес, который тоже на стороне криптовалют, и именно он помогает с проведением в Майами биткоин-конференций, рассказал о планах получать 100% зарплаты в первой криптовалюте. И также хорошая новость из Сальвадора, где завершен проект строительства ветеринарной клиники для животных на доходы от инвестиций страны в биткоин. И тогда было много критики, типа в стране нет дорог и школ, а они строят клиники для животных. Но сейчас прибыль от биткоина выросла, и поэтому объявлен новый проект – на строительство 20 школ. И это на балансе страны только 1120 биткоинов. Надеюсь, у Сальвадора все получится, и пристально слежу за новостями оттуда. Кстати, биткоин-кошельками в Сальвадоре пользуется уже больше людей, чем суммарное количество клиентов во всех банках страны. Вот интересное видео, которое показывает, какая именно сеть криптовалют является самой востребованной для передачи стоимости, и это биткоин. И совершенно не важно, какая скорость одной транзакции, главное их надежность. Но работа по мгновенным и бесплатным биткоин-платежам также ведется, и ее успех лучше всего показывает экспоненциальный рост показателей сети Lightning Network. Тем временем банкам и хочется, и колется. Они отрицают биткоин, но клиенты хотят первую криптовалюту, и поэтому приходится включить его в список услуг и свои отчеты. Последний прогноз от JP Morgan указывает на то, что рынок страдает от чрезмерной волатильности, и что справедливая цена биткоина на уровне 35 тысяч долларов, вы знаете. И только не нужно кидаться смартфоном или бить кулаком в монитор, но в теории они могут оказаться правы, и биткоин вернется к такому значению. Но я рассчитываю, что сделано это будет через ту самую волатильность, с заходом на 100 тысяч долларов и выше. К слову, долгосрочный прогноз JP Morgan по биткоину остается в силе, с целью 146 тысяч долларов за счет перетока средств из золота. А вот когда ждать эту самую волатильность? Попробуем разобраться на основании прогноза от Alessio Rastani, в котором он пришел к выводу, что ранее ошибался и график нужно полностью перестроить. Его волны Эллиота на месячном графике ранее выглядели вот так – конец роста первой волны в 2013 году, затем коррекционная волна 2, далее длинная третья волна роста с пиком в 20 тысяч долларов в декабре 2017 года, затем была четвертая коррекционная волна в 2018 году, и далее рынок вступит в фазу пятой, и последней волны роста перед глобальным медвежьим рынком. Настолько глобальным, что если учитывать временные интервалы, это могла быть самая длинная криптозима протяжностью примерно в 3 года. Теперь же Alessio считает, что рост биткоина с 2015 года и по сегодняшний день – это одна большая третья волна, которая находится в своей завершающей фазе роста или в пятой волне. Что это значит? Выводы напрашиваются следующие. Текущий рост уже близок к своей финальной точке. Это может быть 70 или 100 тысяч. Точно на основании такого анализа и не скажешь, но очевидно, что переломный момент и разворот на коррекцию произойдет в течение нескольких месяцев, и затем у нас будет маленькая криптозима на 1-2 года, когда биткоин действительно может вернуться к ценам типа 40 тысяч долларов. А вот после нее мы перейдем к заключительной фазе роста в пятой волне, и будем переписывать максимумы, достигнутые во время текущего цикла. Есть много чего хотелось бы рассказать, но я обещал оставить место в ролике на Эфириум и Шиба-Ину, поэтому кому мало новостей. Сразу под видео и в закрепленном комментарии ссылка на Коинпост Телеграм, там я каждый день пишу главные новости, аналитику и свое мнение о происходящей ситуации. И там много контента, который никогда не попадет на Ютуб. Жду всех в Телеграм, ссылка под роликом. Канал публичный, бесплатный и даже верифицированный. Подписывайтесь. Цена Эфириума в момент работы над видео пусть на 3%, но все же выше максимума, установленного в мае этого года. Это говорит о том, что топ-2 криптовалюта сохранит свои лидирующие позиции на рынке альткоинов и останется для них главным ориентиром. И то, что Эфириум это не просто так, признают и на бирже CME, ведь это единственная криптовалюта, фьючерсы на которую они торгуют кроме биткоина. А также очень скоро будут запущены микрофьючерсы на Эфириум. По аналогии с инструментом, который уже используется для биткоина, дата начала торгов установлена на 6 декабря, а делается это с целью привлечь еще больше трейдеров на данный рынок, существенно снизив порог входа. Также про Эфириум стоит отметить, что нужно майнить, пока дают, и не перешли на пост-алгоритм. Вот исследование, которое показывает, что майнеры Эфириум зарабатывают больше своих коллег, что занимаются биткоином. В среднем получается, что за день добычи Эфириум приносит 56 миллионов долларов, против 45 миллионов в биткоине. Еще, говоря про Эфириум, должен перед вами извиниться. В прошлом ролике, где вспоминал топ-2 криптовалюту, это я как автор канала потерял три нуля, а мои помощники Диктор и монтажер ни в чем не виноваты. Спасибо всем за наблюдательность. И вот реальные цифры по сжиганию Эфириум на текущий момент времени, это 758 тысяч плюс, и оценивается такое сжигание в сумму более 3,4 миллиарда долларов. Прямо сейчас по Эфириуму сильный восходящий тренд, и я буду рад его росту до 5 тысяч и далее, в идеале 13 тысяч долларов в конце этого года. Но меня смущает то, когда именно происходит данный рост. Если бы биткоин сейчас стоил 70 тысяч, а еще лучше 80 тысяч, тогда никаких вопросов не было бы. Но по биткоину мы пока находимся в боковике, и все еще не закрыли вопрос коррекции после обновления максимума на 67 тысяч долларов. В моем понимании, это проявление чрезмерной жадности на крипторынке, и за такое могут сильно наказать. Так что будьте осторожны. Друзья, тот, кто не подписан на канал, еще может сделать это и стать подписчиком с номером 200 тысяч. Такое предложение вряд ли продлится долго, поэтому воспользуйтесь данной возможностью и нажмите на кнопку подписаться. А я перехожу к Шибаину. Кит, который купил Шибаину на 8 тысяч долларов по крайней низкой цене, и затем они превратились в 5 миллиардов, начал перемещать свои активы, и это называют главной причиной текущего падения монеты. Когда я разбираю эту монету, график показывает мне минус 40% от текущего максимума. И пока все старания сообщества создать хайп не остановили данное падение, а стараются они очень круто. Вот несколько сообщений из твиттера. Рубин Гуд снова намекает на скорый листинг в своем инстаграм. Еще немного и Шибаину появится на криптобирже Кракен. Новый кит закупился за 10 дней токенами Шиб на 750 миллионов долларов. И супервишенка на торте – это добавление на сайте Тесла криптовалюты Шибаину в качестве средства оплаты. Я в восторге от того, как сообщество Шибаину борется за цену своей криптовалюты. Наверное, это самая сильная армия фанатов. Даже круче, чем у XRP. Но у рынка свои законы. И чтобы цена росла, кто-то должен покупать. При этом каждый новый хайп оказывает на рынок все меньшее влияние. Поэтому, кто верит в Шибаину, я буду только рад, если у вас все получится. Но посмотрите на график Доги Коин и подумайте, не стоит ли забрать хотя бы часть прибыли. Потому что Доги Коин после завершения хайпа упал на 77% и надолго застрял в боковике. И Шибаина имеет все шансы повторить эту историю. Просто подумайте об этом. О большем я не прошу. Для многих, кто вложил достаточно и смог вовремя забрать прибыли. Шибаину стал альткоином, который сделал их криптомиллионером. Ну или максимально приблизил к этой цели. На днях на канале вышло видео с подборкой из 5 очень дешевых альткоинов, которые имеют потенциал повторить этот успех. Кто еще не видел, ссылка у вас на экране. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся. И будь в плюсе. Субтитры сделал DimaTorzok